Сегодня ко мне одна пожилая женщина подошла и говорит, батюшка, объясните мне одну вещь. Я говорю, ну давай, попробуй. Иногда бывает такие вопросы задаю, что и не отвечу. Вот я говорю, ну она уже пожилая, когда мне нужно фрам, я поднимаю руку, и останавливается машина, и меня везут. Если за рулем мусульманин, он с меня денег не берет. Говорит, ну не может сын брать деньги с матери, тем более, когда она едет молиться. А если останавливается русский, крещеный, то он говорит, это моя работа. И берет деньги. А я говорю, да очень просто. Эти мусульмане гораздо ближе ко Христу, чем те крещеные водители, которые, может быть, даже когда-то и в церковь приходят на Пасху, там, или еще что. Потому что в них нет ни милостыни, ни жалости, ни милосердия. Вместо того, чтобы уцепиться за бабушку и сказать, а дай я тебе еще покатаю, давай я тебя и в прачечную свожу, и за квитанцию заплачу, давай я тебя и в магазин свожу, и сумки отнесу на твой этаж. А если у тебя там лифт, ну, до лифта. Потому что это есть угодно Богу. И вот так интересно. То, что угодно Богу, современный мусульманин знает. А то, что угодно Богу, современный крещеный, не знает. И кто же ближе к Богу. Поэтому будущее за этими мусульманами, за ними будущее. Они будут населять эту землю. Потому что современным крещеным это все не нужно. Они и горячие, они и посты соблюдают. Когда их праздник, люди боятся даже в этот квартал заходить, потому что десятки тысяч молодых мужчин стоят на коленях и молятся Богу. Где вы видели столько православных мужиков? Нигде и никогда только одни бабы.